в любой непонятной ситуации делай стол все начинается с доски то есть нет началось все с шаблона вырезанного с помощью лазера хотя нет началось все с идеи которая превратилась скетч который превратился в 3d модель дизайнер обычно ищет материалы и технологии для реализации своих идей но тут мы идею подгоняли под желаемые материалы и доступные нам технологии нам захотелось подружить олдскульную столярку с чпу металлообработкой и популярный лофт стиль подразумевающий сваренная из металлического профиля подстолья и деревянную столешницу не очень нас манит и для этого эксперимента мы остановились на идее соединить лаконичные деревянные ножки с не менее деревянной столешницей через металлический интерфейс идея скетч 3d модель и из компьютерной 3d модели сегодня нам нужны плоские контуры для изготовления металлических деталей и контур для шаблона ножки деревом сегодня будет оффром black доступны не только в виде доски но и в виде мебельного щита доску режем на короткие фрагменты для будущих ножек на фуганке формируем столярную базу и скрываем спрятанную красоту экзотичной древесины каждая доска у нас должна превратиться в пару ножек и мы сразу прицелились на восемь ножек и уже понятно что из одной доски у нас получится два мало похожих друг на друга комплекта третья грань или вторая пласть нашей заготовки выравнивается на рейсмусном станке и тут мы не стремимся конкретной толщине доски нам нужны ножки пока заготовки одинаковые толщины настолько большой настолько толстые нам нужны ножки насколько это в принципе возможно и 49 с половиной миллиметра это та толщина на которую наши заготовки превратились в правильные параллепипеды и именно эту толщину мы используем для корректировки 3d модели и в каждой доске теперь нужно выделить пару ножек нам тут не нужна супер точная разметка нужно только убедиться что в каждой заготовке хотя бы с небольшим запасом помещаются две ножки между которыми идет прямая диагональная граница и вот теперь каждая заготовка превращается в две заготовки с помощью ленточнопильного станка и точный рез тут не нужен режем аккуратно но без фанатизма без салазок и упора и у четырех из восьми заготовок теперь нужно выровнять ранее необработанную кромку в принципе это можно было сделать и раньше но и на этом этапе мы абсолютно никуда не опоздали и теперь у наших будущих ножек есть две готовых пласти и одна готовая кромка и да давайте добавим один из торцов сделаем это с помощью торцовочной пилы и углы наша пила режет на удивление точно сейчас это 15 градусов ну а следующая кромка возвращает нас к круглопильному станку на каретке крепим такую жертвенную плиту это просто кусок мдф с профильными прорезями под струбцины ласточкин хвост край плиты чуть-чуть выпускаем за линию реза и прогоняем плиту через вращающийся диск и вот теперь край нашей жертвенной плиты это четко наша линия реза выравниваем по этой линии шаблон и крепим временные упоры меняем шаблон на заготовку и получаем еще одну кромку и так еще семь раз заготовка надежно крепится на каретке и резать теперь можно на почтительном расстоянии от высоко поднятого диска меняем упоры и режем еще одну кромку задача в принципе аналогично предыдущей и это хорошая возможность поменяться местами с оператором и выступить страшный станок сергею олеговичу он очень серьезен и второй торец выставляем поперечный упор на 15 градусов и выравниваем длину наших ножек или может быть правильно искать высоту наших ножек основная форма ноги теперь готова самое время добавить отверстие ставим упоры по шаблону и сверлим сначала 8 верхних отверстий а потом с другой конфигурации упоров и 8 нижних ножки хорошие ровные крепкие одинаково толстые но скучные так что переворачиваем нашу жертвенную плиту и второй ее край подрезаем диском наклоненным на 15 градусов будем усекать наши ножки косыми плоскостями такая нехитрая разметка сейчас мы будем резать комбинированный угол во первых у нас наклонен диск а во вторых мы под углом крепим заготовку относительно линии реза по меткам выставляем заготовку крепим ее струбцинами а потом к ней прижимаем упоры чтобы иметь возможность повторить этот фокус еще 7 раз опять таки мы остаемся вдалеке от диска и это хорошо на симметрии с другой стороны каждой ножки повторяем операцию еще заново нужно выставлять упор и тут очень помогает то обстоятельство что край жертвенной плиты это четкая линия реза даже в общем то не линия а плоскость реза все основная геометрия ножек теперь готова от редких следов от пильного диска избавляемся с помощью рубанка фасочным рубанком формируем геометрию передних ребер ну а окончательный вид передняя фаска получает после пары проходов маленьким торцовочным рубанком ну пусть теперь поработают роботы ну точнее робот точнее оптоволоконный двухкиловаттный лазер и пусть он превратит ржавый горячий катный 4 мм лист углеродистой стали в набор деталек для последующей сборки и сварки цифровое производство как оно есть лазер плавит металл а струя газа в нашем случае это смесь азота и кислорода выдувает жидкий металл из зоны реза и 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 Продолжение следует... Режется очень четко, детали отлично сопрягаются, но с обратной стороны остается значительный град и таким образом появляется серьезная потребность в жестком постпроцессинге, который я радостно делегирую анониму в крагах. А я пока подготовлю столешницу, основной частью которой станет готовый мебельный щит, которому красоты ради и жесткости для мы добавим боковые планки. Это не просто кромка, которая спрячет следы от сращивания фрагментов щита, но это элемент, который визуально добавит столешницу толщины и солидности, ну и ограничит ее в стремлении к продольным деформациям. Подравниваю кромки щита рубанком и боковинки мы сделаем из того же оффрома. Я заранее отложил наиболее текстурно богатый брусочек, который теперь разделяем на две планки с помощью леночно-пильного станка и ровняем их на рейсмусном станке. Крепим боковины мы с помощью домино. Вообще домино позволяет добиться очень четкого совпадения соединяемых деталей по высоте, но мне почему-то он позволяет это делать не всегда. Поэтому я хочу, чтобы боковина у меня чуть-чуть выступала над щитом, чтобы потом выровнять плоскость будет гораздо проще, чем если бы боковина оказалась ниже поверхности щита. И три слоя скотча необходимым и достаточным образом смещают начало координат. Перед разметкой крепим боковинку к столешнице с тем же малярным скотчем и размещаем будущие пазы. Ну а дальше дело техники. Dry fit, все отлично, запас там где запланировано и перед склейкой экзотичную древесину полезно бывает обезжирить. Доминошки и ровная полоска клея, ну и столько струбцин, сколько может поместиться. Одновременно прижимаем обе боковины и оставляем до лучших времен. Пока сохнет клей, варятся приемные корзины для ножек. Сначала детали соединяются отдельными точками, а потом швы провариваются по всей длине. Собирается все довольно-таки легко, хотя некоторые идеи как усовершенствовать модель у нас тут же появились. Ну и снова суровый постпроцессинг. Столешница освобождается от струбцин и обретает желаемую плоскостность после нескольких проходов рубанка. После выравнивания боковины буквально сливаются со щитом и окончательную форму столешница приобретает после подрезки торцов на круглопильном станке. И угол наклона диска те же самые 15 градусов. Шлифовка 150-м зерном и первый слой масла ложится на столешницу, ну а заодно и на ножки. Теперь нужно как следует обезжирить металлические узлы и покрасить их в радикально черный цвет. Размечаем положение ножек, устанавливаем футорки и прикручиваем металлические части к столешнице. Монтируем сами ноги, ну вот в общем-то и все. Сейчас столешница под двумя слоями масла, но позже мы добавим еще и третий и добавим, наверное, еще и воска. Ну а главный вопрос, что добавить к оставшемуся комплекту ножек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok